Добрый день, уважаемые друзья! Я благодарю всех, кто сегодня собрался здесь, в этой студии, в нашем шоу-руме. У нас замечательная есть возможность встретиться, послушать и поговорить, задать вопросы, которых у нас бесконечное количество в связи с многими-многими процессами, происходящими сегодня в нашей жизни, в нашем мире, с человеком, который и профессионально, и в силу своего опыта, и в силу своих научных и общественных, назовем это так формально пристрастий, и на самом деле абсолютно профессионально занимающийся этим, и готов сегодня помочь нам на эти вопросы приблизиться к заветным ответам. Под ваши бурные аплодисменты с удовольствием представляю вам, Александра Ильича Дугина. Не хочется говорить штампами известного российского философа, да, философ само по себе звучит уже достаточно ярко и с большой буквы. И сенатора Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, Юрия Викторовича Федорова. Человека, который в том числе поможет нам, я думаю, на этом фоне всех проблем, которые, проблем и видение этих проблем, которые нам поможет осмыслить сегодня, увидеть и услышать Александр Ильич, дополнит экономическим содержанием, что называется, да. Я не буду затягивать свой спич, потому что все, безусловно, Александр Ильич ждут вас, ждут вашего слова. Пожалуйста, вам. Благодарю вас. Благодарю за приглашение выступить в Казанском федеральном университете. Благодарю ректора, всех, кто организовал эту встречу. И сразу перейду к делу. Вот сейчас решается главная проблема в мире. Вот мы живем в моменте ее решения, она не решена. Отсюда столько неопределенностей. Потому что, если она будет решена в одну сторону, все предшествующее, настоящее и будущее будет одним. Обратите внимание, прошлое тоже будет одним. Если мы решим ее в другом ключе, прошлое будет другим. Ну и, соответственно, настоящее и будущее. Вопрос о том, что такое прошлое, прошлое нефиксированное. Прошлое зависит от его интерпретации. Интерпретация зависит от политического контроля над дискурсом в настоящее время. Ну и, соответственно, тот, кто контролирует настоящий политический диск, тот и выстраивает линию истории. Вначале было одно, сегодня другое. И завтра, следовательно, будет третье. То есть, представим себе, что мы имеем точку настоящего. И в зависимости от того, где мы поставим точку прошлого, вот так будет точка будущего. Если поставим здесь, то будет так. Если здесь, то так. И вот когда нет определенности в отношении точки прошлого и в отношении точки настоящего, как и где ее ставить, как между ними, какую пропорцию выстраивать, соответственно, мы живем в неопределенности. Может создать ощущение хаоса. Но если мы внимательно приглядимся к этой ситуации, к этой неопределенности, мы можем увидеть, что сейчас разыгрывается самая главная принципиальная партия. На самом деле, настоящее может быть определено только двумя способами. То есть, нельзя сказать, что один предложит одно, другой – другое, третье, вы предложите четвертое, вот мы все это как-то перемешаем или выберем, послушаем, примем решение и пойдем в это направление. Нет, есть две принципиальные точки зрения, которые между собой находятся в оппозиции. Они воюют сейчас. То, что происходит на Украине, это война между этими двумя точками зрения. На самом деле, если глубоко погрузиться в смысл происходящего. Точно так же эти две точки зрения воюют на уровне глобальной политики, отношений между государствами, народами. Это проходит через образование, это проходит через культуру, это проходит через наш быт, наши моды, наш досуг, нашу работу. Эти две точки зрения. И вот между ними идет конфликт. И этот конфликт, он настолько глубокий, что, в принципе, его, заметив его, наше сознание будет расщеплено. То есть нам будет очень больно, потому что нам надо придется выбирать между довольно серьезными позициями, между которыми компромисс невозможен. То есть нам надо будет определяться, на чьей мы стороне, и между нами будет окоп, будет гибель, будет смерть. Это очень серьезно. Это касается всех и тех, кто понял уже происходящее, и тех, кто еще не понял, и кто вообще находится вдалеке и думает, что пронесет, нет, не пронесет ничего. Сейчас дело совсем серьезное. Так вот, что эти за две позиции? Вот эти две возможности организовать наше понимание или наше объяснение происходящих процессов. А, конечно, описать можно это самыми разными способами, но я попытаюсь с самым простым, вот, эргономичным. То есть меньшее количество слов, меньшее количество образов, меньшее количество вводных предложений. И между чем идет спор? Можно определить это так. Между представлением, что есть цивилизация и цивилизации. То есть цивилизацию мы берем в единственном числе или мы берем во множественном числе. Этот спор в американском обществе начался в 90-е годы между Фрэнсисом Фукуямой и Самойлем Хандингтоном. Вы, наверное, это слышали. Хандингтон говорил о конце истории, о том, что цивилизация проделала определенный путь и дошла до того, что стала настолько всеобщей, что больше исторического конфликта внутри себя самой не имеет. Это и есть конец истории. Это либеральная глобалистская позиция Фрэнсиса Фукуяма. Я с ним несколько раз полемизировал. Очень действительно интересный и последовательный человек. У него идея, что есть цивилизация одна. Такая же идея есть у Байдена, такая же у Столтенберга, такая же у Макрона, такая же у Бернара Ана-Леви, такая же у НАТО, такая же у Белого дома, такая же у Совета по правам человека, такая же у Гагского трибунала. Неплохо. То есть вначале начали с кабинетного профессора Фукуяма. Я был у него в кабинете, он маленький, там метров, наверное, 8, ну, 10 квадратных. Маленький в кабинете сидит такой японско-американский профессор, там что-то думает. А на самом деле вот то, что он думает или то, что он говорит, это и есть мир. Потому что это представление, что есть цивилизация в единственном числе, что история кончилась после конца распада Советского Союза, что есть только одна система ценностей, либеральная, только одна система политики, либеральной демократии, только одна военная модель, это Запад и его доминация, его гегемония, только одна культура, культура ЛГБТ, феминизма, дальнейшего такого, как бы, освобождения индивидуума от всех форм коллективной идентичности, вот это некоторая позиция, что эта цивилизация в лице западной цивилизации проделала свой путь, долгий путь, пришла к тому, что стала она всеобщей, эта цивилизация. И поэтому мы приезжаем в арабский мир, мы видим те же самые отели, те же самые магазины, те же самые марки, тех же самых людей, там, крашеные волосы, скейтборд, мы приезжаем в Африку, то же самое, приезжаем в Азию, в Россию, в Европу, в Америку мир стал единым, но на каком основании? Не каждый пришел со своим, и все из этого сложили какое-то многообразие, а просто всем навязали одно и то же, одни и те же гаджеты, одни и те же модели поведения, одни и те же моды, одну и ту же пищу, с небольшими локальными особенностями, которые стираются. Это называется цивилизация «я», в единственном числе. Эта цивилизация «я» устанавливает свои правила, устанавливает свои критерии, устанавливает свои ценности, и дальше говорит всем принять. Почему? Потому что это логика истории, потому что мы шли к этому прогрессу, к либерализму, к такому пониманию человека, как индивидуума, к такому пониманию общества, как равенство, к такому пониманию культуры, как свобода от всяких запреток, к такому пониманию политики, как выборная система, гражданское общество, которое ликвидирует постепенно государственную вертикаль, к такому представлению религии, которая это дело каждого индивидуума, хочу выбираю, хочу верю, хочу не верю, И вот это все и есть логика истории. И эта логика истории выстраивается, то есть определяется прошлое. Прошлое было темным, недостаточным, невежественным. Оно все улучшалось, улучшалось, улучшалось и доулучшалось до современных демократических партий США, современных глобалистских либеральных элит, до современной культуры, современных технологий, современных трансгендеров, современного феминизма, современного ЛГБТ, современного роспуска семьи. И поскольку речь идет об освобождении индивидуума от всех форм коллективной идентичности, это смысл истории, смысл этой цивилизации, на этом пути осталось сделать последний шаг – освободиться от коллективной идентичности человечества. Это заложено в программе трансгуманизма, постгуманизма, искусственного интеллекта, сингулярности, если вы знаете, вот Ювали Харари, его идеи, идеи Курцвейля о будущем, о программировании будущего, что будущим искусственный интеллект заменит естественное. Он уже по многим параметрам его заменяет, а сочетание нейросетей просто с огромной скоростью обработки данных в глобальном компьютере дает возможность представления о таком могуществе, такой скорости и интеллектуальной потенциале, который просто намного превосходит человечество. Это уже не только по количественному критерию, но уже превосходит, потому что компьютер мгновенно может получить доступ к огромной базе данных, а мы будем тыкать, пищав в Википедию то или иное название, теряя время. Компьютер это мгновенно найдет, но это не все. Вот эта просто скорость быстродействия компьютера еще не искусственный интеллект. Нужна нейросеть. Вы знаете, что такое нейросеть? Нейросеть это когда задается оператором определенные стартовые условия того, как должен строиться алгоритм. Это вообще математическая формула. Каждый может построить себе нейросеть, там можно ее из песка сделать, это не важно на каком носителе ее делать. Речь идет о логике, о парадигме, об алгоритме, который ты задаешь. Так вот, нейросеть это такой алгоритм, который развивается открыто, где оператор говорит, а дальше это усложнение тех или иных шагов, да, это, 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 этот выбор, разветвленный выбор может прийти к тому, что сам оператор, создающий модель, запускающий нейросеть, не знает. Смысл нейросети в том, что она приводит к результатам, которые заведомо в ней не заложены. Она способна обучаться, она способна эволюционировать, и вот еще лет шесть назад две нейросети, разработанные, ну, довольно развитые математиками, они между собой им дали возможность коммуницировать, и они изобрели язык, они стали общаться. Одна нейросеть, другой. И они стали общаться таким образом, что оператор не понял этого языка. Они создали свой язык, и на нем обменивались данными. А оператор уже сидел просто и со своей медленной скоростью соображения просто переводил взгляд с одной нейросетью на другой, не понимая язык, который создали две нейросети для своего общения. В духе эксперимента, если вы философию знаете, по комнате Сёрла, приблизительно так, аналитические философы Сёрл предложил такую модель, как можно общаться между китайцем и англичанином через стену и предметы. Можно передавать только предметы, нельзя передавать знаки, то есть вот как можно через предметы наладить между собой. И там возникает идея коммуникации сигнального языка, очень интересная, комната Сёрла называется. Так вот, такая комната Сёрла с двумя нейросетями привела их к тому, что они создали свой язык, свою коммуникацию. Если вы хотите свою культуру, значит они субъекты, а теперь вот эта нейросеть получает доступ ко всей базе данных, в том числе к нашим телефонным разговорам, переговорам, к нашим лицам, к нашим счетам, к нашему передвижению. И представляете, какой появляется субъект. Вот это приблизительно логика того развития, куда мы идём. Сегодня мы были на форуме, где министр образования Малайзии сказал, с этим ничего не поделать, мы должны только «to embrace it». Мы не можем этому противостоять, мы можем это только «embrace». Всё, то есть мы обнимем это, и всё. Нам остается поцеловать это, потому что у нас больше просто никакого выхода нет. Это идёт и идёт. В одном месте можно ограничить вот этот чат GPT, или там Меджорни, или создать свою сбербанковскую сеть. Но уже всё, мы в этом процессе, и мы сдаёмся. Довольно ответственно. Это если принимать цивилизацию Ю. То есть если цивилизация одна, то техника её судьба – это западная цивилизация. Все остальные цивилизации приглашаются интегрироваться в западную цивилизацию. Если нам говорят, смотрите, Восток как хорошо на этом фоне выглядит, Китай. Да, очень хорошо, он копирует всё. И пока он умудряется ещё как-то адаптировать то, что он копирует, к своим интересам. Но эта игра очень сложная. Я говорил с одной очень крупной китаянкой, близкой к Синьцзиньпину. Она говорит, что у нас в ЦК мы набираемся, как АПК, есть аналитическое управление, мы набираем самых лучших. Вот представьте, там полтора миллиарда людей из них, самых лучших. Ну, 1100 лучших. Китайцев, лучших из китайцев. Они у нас работают в две смены. Утром они работают в ЦК. И когда вечер уходит домой, в это время все этажи зажигаются. Вторая смена приходит, они сидят до утра. На чем они работают? Эти 100 тысяч лучших китайцев из полутора миллиардов. Они балансируют между тем, что с запада из этой единой глобальной цивилизации можно Китаю взять, а что надо отвергнуть. Там какие-то программы, какие-то методологии, какие-то идеи. То есть Китай тратит всю свою интеллектуальную энергию для того, чтобы взять у Запада и не взять оттуда яд этого глобализации. То есть они играют в очень опасные, критически опасные игры. А когда-то им поначалу, как нам захотели вместе с капитализмом внедрить либеральную демократию в площадь Тяньаньминь, в этот момент они расстреляли студентов, просто закатали их в асфальт, потому что увидели, что еще шаг, так и Китая не будет. А на его месте возникли Синьцзянь, Тибет, 30 независимых государств, которые, как скажут, вот у нас в эпоху осени и весны, в Китае тоже были такие отдельные княжества, они между собой в Троецарстве. Вот мы так, давайте вернемся к нашим истокам после этой ханьской экспансии. То есть они практически, им грозило то же самое, что нам, Советскому Союзу, или даже Российской Федерации, они это отвергли, а капитализм стали адаптироваться. Только благодаря тому, что там 100 тысяч людей ежедневно только и думают о том, что брать, а чего не брать с Запада. Ну вот, тем не менее, чтобы показать серьезность того, что такое тезис о цивилизации. Но есть другой тезис. Есть тезис о том, что есть не одна цивилизация, а цивилизации. Что есть западная цивилизация, ту, о которой мы говорили до этого, но есть еще не западная цивилизация, или другая цивилизация. Соответственно, вот это представление о том, что цивилизации во множественном числе требуют совершенно пересмотра всего, вообще всего. Если существует не одна цивилизация, а несколько, то эти несколько цивилизаций, возможно, не должны идти в одном и том же направлении, потому что если они разные, у них могут быть свои системы ценностей, у них могут быть свои ориентации, у них могут быть свои представления о том, что такое человек. Совершенно не знать, что это индивидуум, освобождающийся от собственной идентичности. Вполне возможно, что и не так. Не индивидуум человек, а что-то другое. Это семья, отношение человека к Богу, личность, род, этнос, община. Совершенно другие представления о человеке, кроме индивидуума, может возникнуть. Соответственно, может представление другое о времени, что время, например, нелинейное и не движется к прогрессу. Или оно идет вниз, как в традиционных религиях, потому что традиционные религии говорят, что человечество не прогрессирует, а наоборот регрессирует, находится в упадке. От рая к аду. И вот оно в начале золотой век, потом серебряный, потом ад, и конец света. Так считают все традиционные конфессии. То есть, например, берем религию, это уже не то. Если мы берем и на религии основываем свою собственную цивилизационную идентичность, она приведет нас к совершенно другому результату, нежели та цивилизация, о которой мы говорили. Соответственно, если именно всплытие этих цивилизаций придрек Самуил Хантин в начале 90-х в своем споре с Фукуямой. Он говорит, будет не так, как вы говорите, будет не одна цивилизация наша, западноевропейская, которая всех поглотит и абсорбирует, а будет несколько цивилизаций. И он их перечисляет. Будет и исламская цивилизация, которая скажет, мы вообще с вами не согласны. Все по-другому. Мир создан Аллахом, а не бактериями. Эволюции нет, существует совершенно другое движение, а те, кто считает, что надо там отказываться от своего пола, те от Иблиса, и мы пойдем с вами на освященную войну против таких людей. Вот это приблизительно так бы ответило на этот предложение исламская цивилизация. Индийская цивилизация совершенно с другими кастовым устройствами, которые на самом деле до сих пор сохранятся в индийском обществе. Китайская цивилизация, основанная на балансе между инь и ян, и тоже там нет никакого прогресса, а есть постоянная гармония, которая должна ничем не нарушаться. Вот у каждого китайца есть такой домашний алтарь, состоящий из четырех палочек. Когда умирает старший в роду, одну палочку убирают. Когда рождается следующий, палочку ставят. То есть это там здравствуй дедушка, здравствуй бабушка. Родился следующий звено этого рода, и род полностью этот квадратик восстановлен. Совершенно не индивидуум в центре, а род, традиция, передача вот этой гармонии, этого ритма сквозь историю. Это китайская цивилизация, она проступает сквозь марксизм, сквозь либерализм, все равно определяя конфуцианский код китайской идентичности. Если, говорит Хантингтон, русская евразийская цивилизация, там вообще доминирует представление о старцах, о Достоевском, о том, что не в личном благополучии дело, а в страдании, в сострадании, в мучениях, в любви к ближнему, в жертвенности. То есть существуют разные цивилизации с разными историческими процессами, с разными векторами. Они не идут в одном направлении, они идут в разных направлениях. И каждый считает, что вот его направление единственное и самое главное. Вот сейчас это и решается. Если есть одна цивилизация, то мы будем двигаться по ее логике, по ее логике, которая уже практически вся ясна. Осталось последнее звено, если мы бы говорили 30 лет назад, мы бы говорили еще, конечно, еще мужчина, женщина, коллективная идентичность, семья, какой-то пол. А сейчас говорят, нет, это все индивидуально. Пол можно выбрать, там пересаживаешь органы, сознание, главное, меняешь. И вот 68 гендеров, там можешь выбирать любой из них. Что это означает? Что нет никакой коллективной идентичности в этой модели. Последняя коллективная идентичность, от которой предстоит избавиться уже на новом этапе завтра, это человеческая идентичность. Оттуда искусственный интеллект, химера, генаинженерия, которая будет там в нематочной беременности, которая искусственно создается в колбе. То есть порождение, ну как в матрице просто, порождение таких вот биосуществ. И это не фантастика, потому что это просто следующий, последний аккорд этого логического пути. И мы туда приезжаем, и западный мир, который кажется сейчас нам таким бенефициаром этого прогресса, он сам подлежит той же самой судьбе. Он тоже заменят вот эти постчеловеческие сущности, структуры. И в этом логика, в этом прогресс, в этом развитие, это комфорт, потому что можно наши воспоминания будет сохранить. Это физическое бессмертие, потому что, собственно говоря, там непонятно, что такое человек, как ненабор эмоций, чувств, биологических кодов. Прям вот вся программа матрицы полностью нам дана. Или все-таки есть цивилизации. Тогда эти цивилизации говорят, почему ты, Запад, навязываешь нам то, чем мы не согласны. Например, твою логику истории, твое понимание человека, твое понимание пола, семьи, бога, смерти, жизни, будущего, прошлого. Почему так происходит? А Запад, вначале он пытается говорить, ну вы просто, это прогресс. Зачем вы к палке в колеса прогресса вступаете? Если цивилизация начинает более жестко, он говорит, слушайте, ну это неправильно, давайте вот быстро гей-парад, или будет дело серьезное. И постепенно, постепенно этот диалог цивилизации, который хочет быть универсальной, и цивилизации, которые бросают этой единственной цивилизации вызов, приобретает жесткий характер. Характер войны, культурной войны, идеологической войны, потом горячей войны. То, что вы имеете в виду на Украине, это борьба цивилизации России за то, чтобы быть признанной цивилизацией на фоне другой цивилизации. Соответственно, мы ведем войну за правоту Хантингтона против Фукуямы. За то, что есть цивилизация И, а не одна цивилизация Я. За то, что есть многополярный мир, и тут китайцы нам союзники, индусы тоже союзники, мусульмане союзники. К африканцам, которые хотят деколонизироваться, союзники, латиноамериканцам союзники, а кто еще союзники? Все интересно. А еще те на Западе, и в Европе, и в Америке, которые не согласны с тем, что либеральное развитие есть единственная форма развития. Они говорят, мы, западная цивилизация, не совпадаем с тем, что либералы и глобалисты, с тем, что Фукуямы нам говорят. Это Трамп и трамписты, республиканцы, это европейские популисты, правые и левые, которые критикуют западные элиты. И вот получается так, что есть группка людей, которые настаивают с большой эффективностью, особенно через образовательные процессы. Потому что эти коды погружаются все глубже и глубже глубже в наше общество, именно через образование, через технику, через нравы, через быт, через культуру. Нас постепенно это как бы захватывает, особенно молодежь. И тем не менее, это только одна, даже на Западе, это только одно из направлений. А под этой верхушкой глобалистской находятся другие слои Запада, которые, в принципе, считают, что есть и другие ценности. Например, Европа более старого времени, традиционная Европа, католическая, даже какие-то протестантские группы в США, что они имеют свою собственную модель понимания даже западной цивилизации и не согласны с этим глобалистским трендом. Таким образом, получается, что человечество столкнулось со властью либеральных элит. Человечество это не Запад и не либеральный Запад. Не просто не Запад, а еще не либеральный Запад, который находится внутри, как народы под элитой. Плюс, это как бы хорошая новость, что на стороне цивилизаций во множественном числе находятся не только незападные цивилизации, или Россия, Китай, исламский мир, но и частично население самого Запада. Это хорошая новость. То есть, тех, кто за цивилизацией, за многополярность, их больше. Но есть и плохая новость. А элиты на незападе, то есть, в России, в Китае, в Индонезии, в Малайзии, в Африке, в исламском мире, в основном думают так же, как глобалисты. То есть, элиты наши в целом, по большинству, они тоже часть этой западной модели. Получается так, что элиты против народов, элиты против человечества. Элиты, которые стоят за единственную цивилизацию, против обществ, которые интуитивно защищают эту множественность цивилизаций. Ну и последнее. В России произошел пробой. 23 года назад произошел пробой в этой системе. Потому что к власти пришел человек, который частично представляет элиты, наш президент, а частично народ. И он стал решать это уравнение в своей собственной судьбе. То есть, что такое Россия? Это часть глобального или западного мира, или все-таки самостоятельная цивилизация? Мы кто? Мы должны двигаться в сторону гендерной политики, или мы должны утверждать, остановиться на Достоевском и защищать православные традиционные ценности? Этот баланс привел... Но он задумался. Он задумался, и это внутреннее уравнение он решал 23 года. И решил его 24 февраля 2022 года, когда понял, что если неопределенности в этом вопросе со стороны Москвы не будет, то просто нас, как катком, этот глобалистский мир, используя любые средства, просто уничтожит. И бросил вызов этой системе. Вот где мы находимся. Теперь, кто в этой системе победит? Таким образом, у нас есть два прошлого, два будущего и два настоящего. Глобалистское прошлое, которое рассматривает человеческую историю как некое недоразумение, невежество и путь к искусственному интеллекту. Значит, мы находимся на этом пути. Мы точка на этом пути, и прогрессом является все то, что удаляет нас, например, от религии, от традиционного общества, и приближает к искусственному интеллекту. Это вот одна версия истории. И вот вторая версия истории. Тех, кто считает, что многополярный мир правильный, существуют разные цивилизации. Они говорят, почему традиция плохо, традиция хорошо, ценности, корни, идентичность – это прекрасная вещь, давайте их защищать, если нам в этом противостоит враг, мы будем с ним бороться. И вот она война в ее фундаментальном объеме. Вот эта война, в которой мы сейчас участвуем, и вот она идет. Она идет только ли в окопах Донбасса, Херсона? Нет. Она идет в вашем институте, она идет в России, она идет в Индии, она идет в арабском мире, она идет в каждой семье подчас, потому что есть те, кто интуитивно сейчас склоняется к элитам, глобалистским элитам, и принимают их повестку дня, их рассказ, их нарратив, их дискурс. А есть те, которые так же интуитивно этому противостоят. И здесь уже даже не просто в патриотизме за Россию или против, здесь вопрос за человечество в его культурном многообразии. Либо это механическая цивилизация, в единственном числе, которая уничтожит рано или поздно всех. Она, конечно, не пощадит никаких украинцев, потому что никакой Украины в представлении глобалистов нету, как нет Франции, Германии. Есть Евросоюз, потом есть глобальное мировое сообщество, а потом власть искусственного интеллекта. Это просто инструменты, которые используют, разделяя и властвуя для своих целей. Вот приблизительно, где мы находимся. При этом описание, вот и, скажем, экспликация мира, где существует одна цивилизация, вы все знаете, потому что вы со школы, с детских лет, с младенческих лет знаете только это. Прогресс, развитие, наука, освобождение, демократия, свободы. Мы идем, там, больше перверсии, там, замечательно, больше театра, потому что в современном театре только перверсии, там, за редким исключением классических пьес, и то туда постоянно добавляются какие-то такие постмодернистские элементы. То есть мы, в принципе, живем, если угодно, вот наша культура, это культура, первая парадигма, парадигма цивилизации в единственном числе, и поэтому нам нравится Запад, поэтому мы предпочитаем не деревню, а город, не город маленький, а город средний, не средний, а большой, не большой, а столица, а не столицу, а столицу Европы, например, как-нибудь европейские, или даже еще Америки. То есть, соответственно, вот этот процесс, он сказывается на всем. Мы тяготеем вот к этому единому однополярному миру, хотим быть ближе к этому полюсу, хотим быть среди богатых, а не бедных, успешных, а не провальных, счастливых, а не лузеров. И вот мы как бы к этому ядру однополярности притягиваемся. Одновременно мы вдруг вспоминаем, а мы же, например, мусульмане, если там мы татары, или башкиры, или там кто-то еще. Но у нас же совсем по-другому все, у нас Аллах сотворил нас. Если мы христиане, мы знаем, что есть Христос, который пострадал, который отдал свою жизнь. И все это совершенно не укладывается в логику прогресса, развития. Это совершенно какая-то такая другая, другой полюс притяжения. Полюс притяжения к цивилизации, к корням, к истории. И вот мы разорваны сейчас. И между этими двумя проектами идет война. Между однополярным миром и многополярным миром, между западной глобалистской цивилизацией и незападной, между коллективным НАТО и теми странами, которые либо оппонируют ему, либо нейтральны, пока занимают свою позицию. Вот где мы находимся. И если мы поймем вот это место, его структуры, его содержание, если мы поймем логику этих процессов, я их описал, ну, практически можно говорить об этом бесконечно. Потому что каждый может думать о себе, о том, что он знает. Вы можете привести в порядок свои собственные знания. Вы можете расположить их вдоль двух осей. Собственные симпатии, собственный выбор, собственные предпочтения, собственные чувства. Вы можете распределить вдоль этих двух осей все, что вы знаете. Весь объем ваших знаний. Будь они огромные, как у академика, ну, представим, что он настоящий академик, или будь они ничтожные, как у ребенка. Потому что и ребенок может быть уже, потому что он будет в культуре, он в образовании, он тоже может нащупать эти, вот распределить по этим осям, неважно, большой или маленький объем знаний. Но эти оси подсказывают нам, где мы находимся. У меня были такие дебаты с Бернаром Адой Леви. Вот он сторонник цивилизации в единственном числе, в Амстердаме, в опере. Их назвали дебатами века. Собственно говоря, ну, вот, может, я не самым лучшим образом, они есть в интернете, выложены, переведены. Но вы можете послушать, как это все выглядит, например, вот в таком контексте. Там советник трех французских президентов, Саркази Аланда и Макрона, Бернар Леви, беседует с евразийцем о единственности множественной цивилизации. Вот какие аргументы, вот какие, какие примеры приводятся, какие термины используются. Но их назвали дебатами века, потому что это правда. Потому что это и есть вот две линии, которые сегодня... Это еще не было войны. И когда мы там стояли, было понятно, что, ну, не по эмоциональному накалу, мы говорили довольно вежливо, ну, по крайней мере, там, я более спокойно, Бернара Леви более... Бернара Леви более воодушевленно. Но, в принципе, несовпадение позиций по всем вопросам, по всем. Что такое человек, что такое жизнь, что такое смерть, что такое государство, что такое власть, что такое иерархия, что такое мужчина, женщина, общество, сон, явь. Вот все было полярно. Что вот привезли сюда патрона, ну, в принципе, это легко переходило в туэль, там, или взаимное уничтожение, потому что, ну, когда есть два мира, которые так полярно друг по другу ко всему относятся, где вообще нет ни одной точки соприскосновения, Бернара Леви говорит, я люблю русских философов, лучший русский философ это Политковская и Немцов. Вот они молодцы. Еще Герцен и Солженицын. Я говорю, вы знаете, что Солженицын был славянофилом? Он говорит, вы ничего не знаете. Солженицын был либеральным демократом, ненавидящим славянофилов, там, вас всех, там, тварей, и так далее, и так далее. То есть, а вот Немцов и Политковский, вот это мыслители. Я очень люблю Русь, потому что великую Россию, потому что я люблю Политковскую. Все, а вы ее, вот вы ее лично и убили. Вот прям, вот. Все, на этом все заканчивается. То есть, ситуация приблизительно такая, и так идут форумы, так идут, там, даже не Бензе в Совете ООН приблизительно так же разговаривает. То есть, он говорит, ему в ответ прямо противоположно, его никто аргументов не слышал, говорит, это вы все придумали, это все, что говорит, там, Россия, это фейк-ньюс, а все, что, там, как бы, говорит Запад, это истинная правда. И Бензе говорит, вы только что показали, потрясли пакетиком с каким-то порошком неизвестным, и сказали, что это доказательство. Я не вижу никакой экспертизы, ничего, он говорит, ну, вы же фашист, вы и не видите ничего, правильно? То есть, вот, разговор никуда не идет, абсолютно он замер. И это привело к войне на Украине. Это привело к войне за Украину, на Украине, потому что одни солидаризуются с позицией Запада, другие солидаризуются с позицией России. Это раскол, одни видят себя по одну сторону баррикад, другие по другую, вот война. И если бы понимать полярность этих идей глубже, то можно было бы не то, что ее начать раньше, она неизбежна в любом случае, потому что это два разных взгляда на все. Это два, просто два разных мира, они столкнулись. И кто-то из них должен уничтожиться, кто-то должен проиграть. То есть мир будет либо однополярным, как в какой-то точке зрения есть сейчас, либо он станет многополярным. Если он будет многополярным, однополярного мира не будет. Он станет одним из полюсов. Трамп почти признал это. При Трампе это практически так, он говорит, пусть там Америка будет самой сильной державой среди других, но пусть будут другие державы, мы будем с ними конкурировать. Все, это признание многополярности. Но ему не дали же это сказать. Его же вынесли. Пришли те, которые говорят, нет, стоп, давай назад. Не будет мир многополярным, он будет однополярным. Так вот, мир сейчас застыл между тем, будет ли он однополярным или многополярным. И мы не знаем, как оно будет. Потому что если он будет многополярным, он не будет однополярным. Если он будет однополярным, он не будет многополярным. Это, вот кто победит, вот такой будет мир. И победит в той войне. Вот почему, скорее всего, есть все предпосылки, чтобы нынешний конфликт перешел в ядерное столкновение. Потому что противоречие здесь не решается ни на каком уровне. Просто если бы мы быстро еще захватили всю Украину или Киев капитулировал сразу, может быть, можно было еще о чем-то говорить. Мы показали, какие мы сильные, мы не выдержали, нервы сдали. Мол, признавайте, что Киев наш, мать городов русских, и давайте там договариваться. Но мы еще и этого не смогли сделать. Теперь ситуация еще более подвешена. И, соответственно, они думают, что мы слабы, мы напали и не справились со своими целями. Значит, нас надо добить. А если нас надо добить, так надо жестче. Надо теракты, ДРГ, атаки дронов, диверсии, террор на нашей территории, что и происходит, на самом деле. И на новых территориях, и на старых. То есть, и, конечно, в этой ситуации, когда никаких вот уже переговоров просто быть не может, потому что переговоров вообще никак не может быть. И вот важно эти дебаты века с Леви вначале описывать теоретические позиции. Можем ли мы хоть что-то общее найти? Нет. Можем ли мы как-то хоть подвинуться в своих представлениях? Нет, не можем. Ни он, ни я. Не потому что не хотим, а потому что это полярные вещи. Либо это черное, либо это белое. У нас это все перемешано. И это системно, это структура. За этим государство, за этим общество, за этим цивилизации. Или одна цивилизация, на чем ставят они. Вот где мы находимся. И я думаю, что чем четче мы это поймем, чем яснее мы это сживемся, то мы начнем правильно дешифровать новости, которые мы слышим каждый день. Что происходит, станет понятно. Что пишут в телеграмм-каналах, тоже понятно. Кто пишет, тоже сразу становится понятным. То есть кто конкретно представитель одного лагеря за цивилизацию, либо другого за несколько цивилизаций. Все. Дальше будет все абсолютно кристально. Ясно. Каждый может выбрать свою позицию. Но тогда, выбрав эту позицию, смотрите, вы становитесь целью. Вот пока вы не выбрали позицию, вы можете быть просто прохожим. Тогда вас случайно может взрывом накрыть. Но как только вы выбрали, вы выбрали свою армию. Вы сказали, я за однополярный мир. Но если вы за однополярный мир находитесь, например, на территории многополярного мира, у вас могут быть проблемы. И наоборот. Вы за многополярный мир, а находитесь на территории однополярного мира. Проблемы будут тогда у вас. И такой просто пример. Мы проводили несколько дней назад огромную конференцию с участием министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова Захаровой по многополярности. 17 часов онлайн-конференция по многополярному миру. Там участвовали представители 72 стран, 128 участников, каждый из них, всех практически континентов, Африка, Азия, всех, даже враждебные там друг к другу, Индия, Пакистан, Иран, Китай, Япония, Мьянма, то есть самые разные. И они все высказывались за свою версию многополярного мира. Так вот, итальянского профессора Лоренцо Пачини, который там курирует 39 направлений в Миланском университете, через два дня исключили просто из университета. Он потерял свое место тут же. Хотя он преподавал в колледже НАТО, геополитику и так далее. Все, он принял участие в конференции по многополярному миру, значит, в институциях под контролем однополярного мира ему делать нечего. Он был уволен через три дня без объяснения причины. Известный человек, автор книг. А это самое маленькое, что его же не убили, скажете бы, но пока нет. Ну, про его судьбу трудно сказать, что будет дальше. То есть вот, вот что я хочу сказать. Как только мы выбираем одну из этих позиций, мы никогда-то потом, в будущем, когда подрастем, там, лучше поймем, мы уже сейчас практически сразу, там, сколько вот вам лет, столько вот в эти годы, там, 60, хорошо, в 60, там, в 18, в 18, вы выбираете свой окоп, и кто-то у вас стреляет, и, соответственно, если вы, с одной стороны, за цивилизацией, во множественном числе, вас стреляет тот, кто за цивилизацией, в единственном числе, и наоборот. Но стреляет уже не в абстрактном смысле, а стреляет просто на прибор. Потому что мы стоим на пороге вот этого фундаментального решения, будет ли человечество так развиваться или так. Никто не хочет сдать свою позицию. Ну, смотрите, а что значит сдать позицию? Ну, хорошо, вы скажете, давайте мир скорее, чтобы нас никто не стрелял по нам. Вот, наверное, человек захочет, особенно там девушки, чтобы быстрее мир, и все, и мы на этом закончим, как можно из этой ситуации выйти. Но, смотрите, если мы говорим мир, тогда мы должны согласиться на что? На многополярный мир? Ну, тогда мы победили. Хорошо, на такой мир мы согласны. Тогда и Россия, цивилизации, суверенные, что хотим, то и делаем. Вот, там, мы такой народ с своими традиционными ценностями. Но тогда они проиграют. Они же хотят однополярный мир, а мы, полюс еще один, и Китай еще полюс, и дальше еще и другие за нами пойдут. Они же это понимают, как цепная реакция. Тогда давайте согласимся, чтобы по нам не стреляли, примем однополярный мир. Но тогда они придут и скажут, что у вас здесь непорядок, у вас здесь какой-то президент, там, не подчиняющийся, у вас здесь запрещены, там, гейбраки, у вас вообще, как бы, не дают орать славу Украины, там, как бы, на каждом шагу и резать русских. Это не пойдет. Нет. Давайте-ка соответствуйте таким великим европейским постгуманистическим ценностям. Давайте, вот, как, чтобы было, как в Киеве, или, там, как в Ливии, например, или, как в Ираке, или в Сирии, чтобы все дома России разгромлены, ходят, там, представители разных этнических и радикальных группировок, стреляют друг другу, это временно, а потом будет у вас демократия, когда вы откажетесь полностью из своего тоталитарного прошлого, от него отделаетесь, очиститесь, вот, потом будет все нормально, и мы превратим вас в коз, например. Будете такие виртуальные козы, двигайтесь, загрузим ваше сознание на сервер вовлочный, вы будете жить вечно, наслаждение будет страшное, будете давать молоко, и двигаться в киберпространстве, вечно играть в компьютерные игры. И это никогда не кончится, потому что вас больше не будет. Это замечательно, это следующий этап. Таким образом, если мы подвинемся, нам грозит вот это. Если они подвинутся, им грозит конец их проекта. Поэтому, соответственно, вот, я только что описал, как происходят мировые войны, или как начинается ядерный апокалипсис. То есть, когда ситуация в человечестве доходит до неразрешимого конфликта, который даже уже силой такой, обычной силой, решить невозможно, то возникает такой коллапс системы. Я на этой ноте бы хотел свою презентацию введения завершить, потом можно задать вопросы. Но я бы хотел, чтобы наш уважаемый гость, сенатор, рассказал, как с экономической точки зрения ему видится наше положение. Да, и если можно, вот, понимая, что столь критический момент истории мы проходим, вообще выдержит ли экономика в принципе? Потому что год-то продержались, хорошо, но когда против тебя нацелена целая цивилизация, вот то, о чем сейчас говорил Асяген Георгиевич, может ли в длительном лаге времени выстоять наша экономика? Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, начнем с того, что давайте поправимся на высшение времени в декабрь 1920 года. Представили, Москва заснеженная, холодно, большой театр московский. Происходит презентация Марком Крыжановским, товарищу Ленину, план Гуэрло. В театре большом, представляете, какой вот драматизм, да? То есть, это не было ни PowerPoint, ни Keynote, не было всех этих презентаций, но сделали огромное красивое панно, вот, включили лампочки, где должна быть станция, включалась лампочка. Где должна быть, значит, река, там, лэп, это все подсвечивалось, это было реально шоу красивейшее. Ленин показал это Герберту Уэллсу, который был фантаст в это время в Москве. Что потом Уэллс пишет в своих заметках? Ленин, это же марксист, он не приемлет утопию, утопистов, но он сам попал в электрифицированную утопию. Я понимаю Голландия, где огромная густота населения, я понимаю Англия, там, может быть, план Гуэрло реализован, но в России, покрытая лесом, населенной темными людьми, это невозможно. Это суперфантастика, говорит фантаст Герберту Уэллс. Через 11 лет план был реализован. В 1931 году Советский Союз этот план реализовал, что стало успехом дальнейших огромных, прямо вот, макроэкономических преобразований. Вопрос такой, аудитории, кто в 20 веке, чья экономика росла больше всего? Скажите мне, как вы думаете? Абсолютно правильно, период 29-55 год, средний рост экономики 13,8% в год, представляете? Молодая страна, две войны, гражданская и вторая мировая, но средний рост экономики 13,8%. Сингапурские тигры, экономические, азиатские, достигли 12,8%, и то на более коротком периоде. То есть мы росли почти по 14% в год, 26 лет подряд. До сих пор западные экономисты не понимают, как это было сделано. Все пытались эту теорию у нас украсть, свистнуть, как говорится, да, не парламентское выражение, но не получилось. План Гуэрло до сих пор нигде не реализован, кроме как в США, потому что настолько была гениальная система электрификации всей страны, на которой потом как-то вот на опорной сети строилась вся экономика, да? Это была фантастика. Это была экономика не спроса, а потребления. Вот была ключевая вещь. Но все закончилось, а смерть Виссарионовича, пришла Хрущевская откипе, и мы от физических единиц перешли к денежным. План стал в деньгах, в единицах, и потихонечку, потихонечку. Средний рост к 76-му году был 3,6%, как примерно общий мировой. Вот такое падение с 53-го по 76-й. И дальше мы уже не восстановились, дальше были тяжелые 80-е, еще тяжелейшие 90-е. И вот мы сейчас стоим. Я к чему это говорю? Есть хорошая книга «Кристалл роста» «Великое экономическое чудо», «Русское экономическое чудо». Почитайте, пожалуйста. Автор Галушка, Александр Сергеевич, там все это четко описано, подробно, красиво, с фактами, с моментами. Это на самом деле очень хорошая книга. Чтобы понимать, почему «Русское экономическое чудо» возможно на основе большого советского опыта. Теперь переходим к нашим реалиям. Что происходит у нас? Когда в прошлом году нам Запад закрыл ключик на ключик двери на Запад, понятно, что вся экономика стала ехать на восток. Плыть, ехать, добираться, лететь. Что нужно было сделать? Нужно было мгновенно увеличить объем восточного коридора. Пропустную способность. Потому что БАМ до сих пор наполовину не электризован у нас. Транссиб был очень слабый, были узкие места политификации. Мы почти за год выполнили программу на 500 миллиардов рублей капитальных вложений. То есть Россеть вложил 500 миллиардов. Практически восстановили способность того, чтобы весь наш товарооборот мы пустили на восток. Представляете? 7 минут время между составами. Вот на сегодня. По Транссибу и БАМу. Средний интервал движения поездов 7 минут. Такая интенсивность перевозки грузов. Далее того, мы реализуем коридор транспортный север-юг. Что нам это дает? С севера, с порта, уислуга под Петербургом. Мы доставляем груз в Мумбаи за 10-15 дней. То есть это Индия. Оттуда можем ехать хоть в океанско-тихианский регион, хоть на восток, в страны Персидского залива. То есть это тоже уникальная возможность нам доставлять грузы. Дальше идем. Это север-юг, хорошо. Но у нас что с вами есть? Северный морской путь. Советский Союз. В 89-й год. Объем грузов, перевезенный по Севморпути, 7 миллионов тонн. Это рекорд был Советского Союза. 2022 год. Итоги. Сколько думаете? 40 миллионов тонн перевезено по Севморпути. В 6 почти раз больше, чем Великий Советский Союз. Я к тому, что где мы находимся, что на самом деле, на самом деле, на самом деле, на самом деле, на самом деле. Что нам это дает? Как возможность перевозить грузы с востока на запад, так и с запада на восток. Вот на сегодня цена газа СПГ падает в Европе. Почему? Да потому, что понастроили огромное количество станций-регазификаторов. И все. Цена СПГ упала. Что делает Новотек? Ему проще поплыть по Севморпути от Певека через Певек и уйти в регионы Индонезии, Малайзии, Японии, Кореи и так далее. То есть, вот что нам дает Северный Морской Путь. Далее, мы пытаемся разгрузить Восточный Коридор строительством Северно-Широтного Хода. То есть, он соединяет нам Северный Морской Путь с Восточным Коридором. Это тоже огромные возможности для того, чтобы мы могли дифференцировать все наши грузы. Переходим к энергетике непосредственно. У нас самый зеленый топливно-энергический баланс в мире. Еще раз говорю, у нас самая зеленая энергетика в мире. 22% атома, это самая чистейшая энергия, и 60% это газ, газ и так далее, гидроэнергетика. Вот вам наша энергетика. Самый чистый баланс. Атом нам что дает? На 50-70 лет работу реакторов, мы на сегодня переходим к работе реакторов с мокс-топливом. Что это такое? То есть, у нас реактор отработал, мы взяли, вытащили ТВС, сборку тепловыделяющую, обогатили его и обратно заснули. То есть, такой маленький перпетумобиль в атомной промышленности получился. Без хранилища ядерного топлива мокрых, сухих и так далее. То есть, мы практически делаем такой вечный двигатель. То есть, отработало топливо, мы его подняли, обогатили, и оно дальше работает. Более того, такой перспективой владеет только наша страна. Больше никто в мире уран не обогащает. Ни Франция, ни США. Там тоже огромное количество атомной энергетики. Переходим к нашим углеводородам. Добыча нефти не снижается уже последние 7-8 лет. Полка 525-540 миллионов тонн. При том, что нам Запад полностью закрыл все свои границы. Да, газ немножко подсел в добыче. Потому что это существенно. То есть, проще нефть поставить на баржу, перевезти в другую место, чем построить новый газопровод. Который мы сейчас также будем строить «Сила Сибири-2». Уже есть проект, одобренный президентом. Он пройдет через Монголию, также в Китай. Примерно объемом 50 миллиардов кубов газа в год. Два проекта, назову вам просто сейчас, которые я лично сам видел, был на этой стройке. Находятся они в Амурской области. Один Амурский ГПЗ. Стоимость проекта – триллион двести миллиардов рублей. Газопроводящий завод. Рядышком, буквально, забор в забор строится предприятие. Амурский газохимический комбинат строит Сибирь. Такая же сумма к вложению. На 2,4-2,5 триллиона рублей строится два завода. Что будет делать «Газпром»? Он будет делать гелий. Для чего он нужен гелий нам? Для многих вещей, на самом деле, это самый сейчас быстро растущий, скажем так, товар в мире. Стоимость гелия выросла за последние 2-3 года в 3-4 раза. Завод будет делать «Газпромский» 70 миллионов тонн гелия и поставлять его на рынок. Рынок мировой гелия – 210 миллионов тонн. То есть, каждая третья тонна гелия будет наша, российская. Сибур будет делать полипропилен, полиэтиленгликоль и так далее. То есть, все, что нужно для производства пластика. Это только два проекта на 2,5 триллиона рублей. И таких проектов у нас сотни, десятки, а то и тысячи. Поэтому с экономикой все у нас в порядке. Мы выдержим, мы выистоим. Как член комитета по экономической политике, обещаю это вам лично. Спасибо за внимание. Спасибо. Уважаемые коллеги, сессию вопросов-ответов будем считать открыто. Поэтому, если у кого-то есть вопросы, извините. У меня есть микрофон, есть микрофон. Вот еще один в зале. Вы давайте просто сигналы, и, соответственно, микрофон будет к вам поступать. Да, вот первый вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте. Станислав Шамилов, ВНКОР, газета «Бизнес онлайн». У меня такой вопрос. Вот вы говорили об идеологии Запада. Вот она существует. Она как бы предлагается, навязывалась в целом миру очень долго. И мы как бы с ней, получается, так, что сейчас боремся. А вот у России есть идеология, которую она может как альтернативную предложить миру. Альтернативную западную, я имею в виду, на ваш взгляд. Какова она? Благодарю. Это очень интересный вопрос. Во-первых, да, у Запада есть идеология. И эта идеология предельно эксплицитна. То есть она великолепно изложена, прописана и внедрена. То есть мы живем внутри уже этой операционной системы, поскольку западный либерализм – это операционная система. Сегодня либералы даже не любят, когда их называют либералами, и не хотят признавать, что либерализм – это идеология. Они говорят, ну как же иначе? Ну это просто само собой разумеется, но вот вы держите в руке айфон – это либерализм. То есть либерализм вошел в вещи. Либерализм уже не идеи, и мы живем внутри этой операционной системы. Многие ли пользователи обращают внимание, какой операционной системой они пользуются? А я уж точно не знаю, как она устроена, даже если знают, какой пользуются. Поэтому мы находимся внутри ОС либерализма, где все – культура, индивидуум, психология, личное поведение, коучинг, блогинг, просто вот все, чем мы живем – наше понимание собственного тела, наше понимание души, наше понимание истории, наше просто стремление, наше желание. У Жерара есть замечательная идея, что у человека нет желания, кстати. Великолепная мысль, что желание мы похищаем, что желание мы копируем. Вначале у родителей, а потом так уже вся культура – это такая не реализация желаний, а похищение желаний. Что желание, вот как движущий мотив, человеку вообще чуждо. Просто это очень интересная версия такая философская, психоаналитическая, что желание мы копируем. Так вот, мы точно так же, мы как бы закодированы этими похищенными желаниями, мы хотим сделать карьеру, хотим освободиться. Нам не только диктуется предложение, но и спрос. Нам говорится, вы должны хотеть там приобрести или достичь того-то, того-то, того-то. Может быть, мы не хотели, но нам мы теперь узнали, что мы должны хотеть. Смотрите, вот формула. Мы должны быть свободными. Причем, что такое свободными? Это то, как либералы скажут нам, как надо быть свободными. Бодипозитив, хочу там покрашу волосы в синий цвет. Все красят, а это будет нарушение, пока не все, это будет нарушение общих клише. Я взорву всех, покрашу себе волосы в синий цвет и пойду в институт, какая я там оригинальная. Это надо быть оригинальной, надо сделать тату, пирсинг и так далее. Хотя это все делают, но все равно это продолжает ставиться на то, что это очень оригинально, что это очень необычно. И ты должен быть необычным, поэтому ты должен быть, как все либералы. То есть, вот такие парадоксы, из них состоит эта операционная система, потому что здесь коды очень простые. Это действительно идеология, но я хочу подчеркнуть, что это идеология, которая уже погружена в нас. Она стала вещами, эмоциями. Эмоциями, то, что постмодернистский философ Жильдалёс назвал машиной желаний. Мы думаем тоже, что наше желание спонтанно. Говорит, это фабрика, которая микро-малярных масс, которые сами диктуют нам потом более сложные комплексы. То есть, в принципе, это все глубоко запограммировано. То есть, мы, в принципе, уже живем в среде искусственного интеллекта, потому что естественного, во-первых, естественный интеллект, а сам интеллект, у него есть что-то искусственное. Естественно, глупость. А когда есть интеллект, это уже что-то неестественное. То есть, искусственное. Поэтому мы живем внутри уже частично искусственного интеллекта, но мы еще можем прорваться, мы еще можем проснуться. То есть это все-таки еще идеология, это все-таки еще программа, которую мы можем в конце концов сменить, стереть и попытаться загрузить другое. Теперь о том, какую нам загрузить свою программу, есть ли у нас идеология. Вопрос. Соответственно, в том виде, в каком она была в Советском Союзе, когда в рамках общего представления об эпохе модерна, либеральное толкование модерна, было противопоставлено коммунистическое, марксистское толкование модерна, такой идеологии у нас нет. И более того, если мы попытаемся оппонировать либеральному капитализму, который и есть либерализм, ну вот то, что доминирует операционная система, марксизм или национализм, любой национализм, умеренный национализм, нацизм, фашизм, мы обязательно попадем в ту же самую же систему, опять в 20 век с его успехом либерализма. Либерализм победил национализм и победил коммунизм. Поэтому в этом отношении самое простое, что сказать, мы не хотим больше власти глобального капитала, давайте открываем Маркса. Но Запад уже научился справляться с Марксом, он научился раскалывать и разрушать эту операционную систему марксистскую. Он научился еще более успешно создавать и разрушать национализмы по собственному желанию. Он создает национализм, он его распускает. Вначале он его не замечает, когда он превращается даже в нацизм, если Западу надо. А потом он говорит, о, смотрите, здесь нацизм. Вначале создали ИГИЛ, запрещенный в Российской Федерации, потом его сами же и начали бомбить. Так же создают, там вот сейчас украинский нацизм создали искусственно, потом так же его распустят. Это не альтернатива либерализму. И коммунизм сегодня, и фашизм, национализм, и все формы анти-капитализма, антилиберализма, такого вот классического толка, все это инструменты самого либерализма, и настолько сильна его операционная система. Поэтому вопрос нашей собственной идеологии не является тривиальным. Он, конечно, требует постановки перед ценностями или этими ключевыми узлами операционной системы либерализма, минуса или нет. И если мы правильно вскроем код западной идеологии, код сам, не программы бесконечные написанные на нем, а сам код, вот программный код, если мы его как хакерски взломаем, осознаем, вот тогда мы можем сказать, вот этому мы говорим нет, этому мы говорим нет, этому мы не говорим нет, и даже путем отрицания либерализма, только заведомо, чтобы не попасть ни в коммунизм, ни в фашизм, и поставить тут условия, мы должны создать антилиберальную идеологию, которая не будет коммунистической или националистической. Вот задача. Она, на первый взгляд, кажется невозможной. Как только мы ее ставим перед цем и начинаем решать, мы начинаем приходить к очень интересным выводам. Во-первых, мы можем, я уже делюсь результатом всей своей собственной жизни по декодированию, деконструкции либерализма, можем сделать следующее. Либерализм построен на одном принципе, на принципе индивидуума. Вот он отождествует, что человек есть индивидуум. Дальше, как он определяет индивидуума? Индивидуум – это человек, свободный от всех форм коллективной идентичности. То есть от религии, от нации, от сословия, от государства, от расы, от всего, от профессии, дальше от пола, ну и мы уже говорили, и от человечности. То есть вот этот индивидуум – это главный код либерализма. То есть все, что делается, это как бы самосбывающееся пророчество. Все делается отталкиваясь индивидуума и ради индивидуума, ради того, чтобы индивидуум был индивидуум и ничем иным. Вот это и есть прогресс, освобождение – это уже код. Если мы скажем, мы вообще по-другому человека понимаем, мы не понимаем его как индивидуума. Вот тут мы уже пробрались как хакеры в самую глубину, и мы получили стартовую инстанцию для того, чтобы строить нашу собственную цивилизационную идеологию. Мы говорим, а у нас человек не индивидуум. Все, это уже много. Если мы это скажем, например, а что вы скажете? Ну, вы там класс, коллектив. Нет, личность. Личность – это то, что противоположно к философии индивидууму. Потому что личность, представьте себе, личность – это маска актера греческого, а индивидуум – это сам актер. Маска одна и та же, актеры разные. Так вот личность – это то, что индивидуума соединяет с Богом, потому что или с героем, с сакральным, с высшими символами. Это отношение человека к ближнему, личность – это отношение человека к обществу, это отношение человека к Богу. И никогда не он сам, а он сам плюс его отношения. И это отношение главное. То есть личностью мы не рождаемся, мы рождаемся как раз индивидуумами, а личностью мы должны стать. И культура, и образование, и воспитание, и язык, и религия, конечно, и литература, и наше участие в обществе, наше милосердие, наши чувства, наше отношение с людьми, брак, создание семьи, служение государству – вот это личность. Личность так и строится. Если мы ставим в центре внимания именно личность, понятую так, мы получаем ядро другой операционной системы. Дальше я хочу обратить внимание на указ президента Владимира Владимировича Путина 809 о традиционных ценностях. Там перечислены традиционные ценности. И все они, практически все там, за исключениями двух, являются прямо противоположными либеральным. Например, здоровая крепкая семья из мужчины и женщины. Вот часть нашей идеологии. Понятная всем мусульманам, крестьянам, китайцам, а не что-то другое. Понятно, на то, на что наставят либералы. Это множество народов, объединенных в единую евразийскую цивилизацию. Евразийство, по сути дела. А не индивидуальное дробление, атомизм, сделай не эгоизм, не стремление жить космополитически, где хочешь. Превосходство духа над материей. Это, смотрите, знаете, что мы живем в обществе, где единственной официальной идеологией является идеализм. У нас 100 лет был материализм, 70 лет советский, а потом 30 лет либеральный. А теперь это указом 809, наш президент перечеркнул представление о том, что материя первична, и утвердил на уровне своего суверенного положения в обществе, что первичен дух. Вот, пожалуйста, религия, да, это дух над материей. Поэтому у нас религия внутри закона. Идеализм, Гегель, Фихте, все, что утверждает дух над материей, это вот русская идеология. Все, что утверждает, что материя сильнее, чем дух, не русская, противоположная. И вот если мы внимательно посмотрим, особенно мы с Константином Малафеевым и с отцом Андреем Ткачевым, мы обсудили по 20-30 минут на телеканале «Царьград» все эти ценности из указа подряд. Прямо по указу открыли указ и его обсуждали. А потом выпустили брошюру с краткими комментариями с точки зрения юриста, философа и теолога, богослова, священника. Обсудили всю эту систему ценностей. То есть мы их перечислили, мы объяснили, что под ними имеется в виду, и показали их значение. Вот это основные элементы идеологии, альтернативные. При этом, смотрите, даже как ваш вопрос был задан, что можем ли мы противопоставить западной системе ценностей нечто столь же универсальное. А зачем универсальное? Вот ответ. Если мы хотим ей что-то противопоставить, мы противопоставим самих себя. Вот у нас русских так. У нас дух над материей. У нас крепкая семья из мужчины и из женщины. У нас солидарность, у нас милосердие, у нас сострадание. У нас дети, у нас история, верность нашим корням. Это у нас так. А у вас, ну вы знаете, что, вот хотите, друзья, так и делайте. Хотите к нам, мы поделимся, мы скажем, что есть для нас истина. Вы скажете, что нам это не надо? Ну, ради бога. Или вы по-другому это формулируете? Формулируйте. Если у вас традиционные ценности другие, или вы вообще не хотите традиционные ценности, пожалуйста. И вот когда мы переходим, перебираемся к исламскому миру, к такому, к исламскому, к арабскому, где мечети, муллы, то есть все, вот только вот ислам, то там же другая система будет традиционных ценностей. Но тоже совсем не западная, не либеральная. Переходим в Китай, еще одна конфуцианская. Переходим в Индию. Касты. Может быть, мусульманам не понравится, христианам нам может не понравиться. Ну и что? А им нравятся касты. Вот нам не нравятся касты? Что мы будем, кто-то из нас будет неприкасаемым чандалом, а кто-то будет брахманом сидеть там и говорить, не нравится. Мы хотим быть все вместе. Ну и давайте. Хорошо, это наши ценности. Вот мы хотим такое общество, мы такое и строим. Но никто нам не навязывает. Ни касты не навязывает, ни джихад не навязывает, ни ЛГБТ-6 не навязывает, ни китайскую модель не навязывает. Мы смотрим на китайскую модель. Вот так, у них очень все интересно. Давай-ка что-то себе, нравится, взяли. А это не нравится. Давай монархию в России восстанавливаем. А почему бы нет? Прекрасно, всегда жили при монархии. Можем не восстанавливать. Но вот понимаете, когда говорят, а, это вы специально. Вы специально хотите, все делали, все это было предыдущий разговор, чтобы восстановить монархию. Нет. Но, если нам кто-то скажет, что никаким образом, ни за что, ни при каких обстоятельствах нельзя восстанавливать монархию, вот это не пойдет. Как захотим, восстановим. Не захотим, не восстановим. Хотим демократию, будет демократия. Вот у русских будет демократия. Но только с своими религиозными ценностями. Вдруг мы подумаем, какая демократия. Это Парис Тутикель считал самой отвратительной формой правления. Не хотим демократию. Не надо демократию. И не будет у нас демократии. Вот в чем суверенитет. И то же самое, если у кого-то будет что-то нам не нравится, мы это скажем. Ну и пожалуйста. Там нравится, отлично. А не нравится, тоже хорошо. Вот в чем многополярность цивилизации. Вот смотрите, мы не одну цивилизацию, но другую цивилизацию в единственном числе меняем. Это так мы при Советском Союзе хотели. Вот у нас был советский путь развития, вот капиталистический. Мы проиграли. А теперь мы уже, если мы придем в Афганистан, например, или в Арабский Борис, мы уже не придем с нашей системой ценностей, с красным флагом, с атеизмом. Мы придем и скажем, у вас вот свои правила. Если вы с нами друзья, хотите, чтобы вам что-то построили, помогли, поставили газ, то на самом деле. И хорошо, мы не настаиваем на том, если у вас другие традиционные ценности, но если вы хотите с нами сотрудничать, мы к этому открыты. В этом многополярность. И соответственно, вот все вот эти выводы я описал еще там довольно давно в книге, которая называется «Четвертая политическая теория». Четвертая политическая теория – это что это такое? Это совсем просто. Я вам сейчас одну секунду, 30 секунд объясню. Четвертая политическая теория. Первая политическая теория – либерализм. Вторая – коммунизм. Третья – фашизм. Ну, понятно. Первая – либерализм, субъект – индивидуум. Вторая – коммунизм, социализм, субъект – класс. Третья – национализм или фашизм, субъект – нация или государство. Вот три политические теории. Все возникли на Западе. Если мы их отбрасываем, все три, то есть либерализм в первую очередь, а вот эти две, как неэффективные и преодоленные, то дальше у нас остается не пустота, а огромный полюс, что еще выбрать. И вот когда моя книга, она переведена почти на все языки четвертой политической теории, там на какие-то даже экзотические, сейчас на хаос, там в африканские ее переводят. Когда люди читают ее, кто-то говорит, а слушайте, а у нас в Иране так и есть. Наша иранская система не первая, не вторая, не третья. Кто-то говорит, а нет, это у нас там, вот в Турции так. А кто-то говорит, да нет, и Китай-то не может быть назван ни либеральным, ни коммунистическим сегодняшним, там тем более националистическим целой империи. То есть содержание этой цивилизации, альтернативной западной операционной системы, может быть различным. Оно не должно быть единственным. И тот, что в этой формализации, без имени, кто-то мне говорит, вот давайте назовем как-нибудь вашу теорию, там путинизм, там дугинизм, еще как-нибудь. На самом деле не надо спешить с названием этой теории. Это формализация, это вещь, которая показывает суть того, о чем мы говорим. И в каждой цивилизации вот эта четвертая политическая теория может получать самые разные черты. Так арабы говорят, у нас это будет то-то, то-то, то-то. Там в африканском мире у меня есть такой вот друг Кемисиба, сторонник панафриканистского движения. Он говорит, великолепная четвертая политическая теория, но когда он начинает рассказывать маски, обряды, там, ну не каннибализм, ну это может быть нас шокирует. Но это и они так понимают. Давайте оставим их в покое. Это, конечно, я утрирую с каннибализмом, там все нет каннибализма. Ну люди леопарды, например, что вот у нас есть обычай там танцевать ночью и превращаться будут наши женщины в леопардов. Ну ради бога, если им так вот хочется, что пусть они превращаются. У нас что? Они на нас не нападают, до нас они не добегут. То есть это люди, леопарды, какие-то еще маски, ритуалы догонов в звезде Сирию с поклоняющейся. Не наше дело. Это очень интересная панафриканская модель четвертой политической теории. Нам не подходит совсем, но она прекрасная для самих африканцев, если они так считают. То есть я говорю о том, что содержание четвертой политической теории не должно быть заведомо каким-то избом и претендовать на такой аналог этой операционной системы. Пусть разные операционные системы будут. У них своя в их обществе, у нас своя. Дальше мы можем попытаться уступить в диалог. Но мы в диалог с ними вступим, когда сами будем уверены в себе. Если мы сейчас начнем диалог, у нас непонятно что, у нас объедки либерализма в головах. У нас этот диалог не сложится. Мы просто будем, это будет спэм. А когда мы свою отладим, четвертую политическую теорию, свою цивилизационную идеологию, заложенную уже магистрально обозначенную в законе, в указе 809, уже об этом в нашей системе, кстати, в теории внешней политики, в доктрине, новой доктрине российской внешней политики, заложено утверждение о многополярном мире. Что мы понимаем мир как многополярный. То есть эта идея уже является официальной позицией нашего государства. Точно так же в последних речах президента все есть подробно. Это надо просто взять на вооружение и вот эту идеологию нашу свою не придумать, не составить, а развернуть как бы. То есть вот она есть, но мы ее должны развернуть, вдохновляясь опытом русской культуры, беря действительно из советского опыта, о чем вот сейчас сенатор говорил, это прекрасный опыт такого усилия, проекта социального. Книга, кстати, Галушка, о которой вы говорили, это мой очень хороший друг Александр Сергеевич Галушка. Книга «Кристалл роста» я тоже со своей стороны вам всячески рекомендую. Блестящая книга, просто блестящая. Гениальная. Он показывает, кстати, что рост экономики, такой вот вертикальный, вообще не зависит от идеологии. Потому что у нас это было при коммунизме и Сталине, а потом, когда Сталин умер, при коммунизме же никакого роста не было. Это было Нью-Дил в Америке при либерализме, при Рузвельте, а потом никакого роста не было. Это было при ярмарной шахте в нацистской Германии. Но потом Германии не было. То есть, в принципе, этот подход может быть применен, даже сам Галушка говорит, я разработал четвертую экономическую теорию. Я говорю, может, это еще не совсем так, но вот пример, как мы можем использовать из советского опыта самое лучшее. План Гэл, Ру, волю, проект. И вот это проектное сознание, это энтузиазм строителей нового общества, справедливого и лучшего, это прекрасная сторона советского периода. Это религия наша, верность нашим духовным идеалам до советского периода. Это тоже часть нашего общества. Мы его сквозь советский период Достоевского пронесли, и его смыслы, и славянофилов, и Пушкина. У нас вся наша культура золотого века, да и серебряного века, она выдержала советское испытание. Вот это еще опора. То есть, это не на пустом месте, это идеология. Никто придет, там напишет какую-то ерунду. Я вот с Лукашенко говорил, с президентом Белоруссии, он мне говорит, мне каждый день приносит, Александр Георгиевич, идеологии. А я их посмотрю и в помойное ведро, потому что это не то. Это не просто собрались, как какой-то коллектив докторов, ректоров, и что-то написали. Это в помойное ведро сразу. Идеология должна вызреть. И вот сейчас эта идеология, она вот как бы так вот оформляется, развертывается в России. То есть, ее элементы уже есть в законодательных документах, в речах, в доктринах национальных. Это развивается. Если мы внимательны, если мы чутки, если мы прислушаемся к тому, что происходит, мы ее контры начинаем уже понимать, а постепенно внедрять в образование. Но это процесс очень деликатный. Его нельзя взять вот там заказом. Из администрации президента придет там идеология. Сейчас вот есть такая инициатива. Она просто, может быть, и хорошая, но она просто очень наивная. То есть, занимаются люди, чиновники, там, толковые чиновники. Дали заказ, они что-то разработают. И опять, и наш президент туда же отправит эту идеологию и отправляет куда? Лукашенко свои там версии. Здесь надо, чтобы это вызрело, чтобы это состоялось. Идеология, это наша операционная система. Ее надо искать. На ней надо работать. Ей надо жить. Для этого надо читать. Это надо изучать. Это надо погружаться вглубь русской истории. Надо понимать историю России, в целом ее регионов. История татар. История ислама в евразийском пространстве. История кавказских народов. Сибирск. Все это элементы той идеологии, которая на самом деле необходима. Поэтому я думаю, что здесь речь идет о том, что у каждой цивилизации будет своя четвертая политическая теория. Нам нужна не одна операционная система, а несколько. Это дело цивилизаций. И здесь как раз исламские страны и общества иногда могут давать нам образец того, как они это делают. Я, например, беру Конституцию Ирана. Это поэзия. Если вы почитали Конституцию Ирана, вы же не читали Конституцию Ирана. Это как почитаешь поэму такую. Там не просто исламская поэма, это поэма о духе, поэма о мудрости, поэма о путешествиях в потусторонние миры и возвращения в мир, в миры поселусторонние, с новым знанием. И вот это совершенно невероятная такая доктрина. Там есть понятие духовной целесообразности. Что если какое-то нововведение является духовно нецелесообразным, от него надо отказаться, даже если он несет материальную выгоду. Представляете, какие высокие философские нравственные принципы в таком прозаическом документе, как Конституция, могут быть заложены. Ну, лучше была только Конституция Данунцева, которая во Фьюме написала Конституцию. Он временно захватил, анархист Данунцева, если его помните, захватил город Фьюме на некоторое время. И написал там Конституцию для свободного города Фьюме, она была полностью в стихах. То есть, вот лучше, чем Иранская Конституция, только Конституция Данунцева. Потому что она вообще чистая поэзия в стихах. Вот если бы кто-то написал, вот если Российская Конституция следующая будет в стихах, мне кажется, это будет отличный ответ прозаическому такому прагматизму, утилитаризму англосаксов. Просто поэзия и все. Человек – это красота, это сострадание. Прямо из Достоевского взять, на стихи положить, пункт там первый. Красота спасет мир. Пункт второй. Обратите внимание, законодатели зааплодировали первыми. Значит, есть надежда, что следующая Конституция будет в стихах. Пожалуйста, вам микрофон. Александр Георгиевич, во-первых, вам большое спасибо. Я не знаю, мне кажется, ваши лекции нужно прямо во всех университетах на втором курсе показывать, чтобы люди слушали, потому что ответы на многие вопросы, которые витают в воздухе, за этот час просто дали. Я еще раз вам поаплодирую. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. Вопрос к вам, Юрий Викторович. Вот вы рассказали про большие проекты, про такой разворот на восток, про север-юг, транспортные коридоры, которые сегодня также на форуме обсуждали много. У меня вопрос к вам, вот как человека, который учился в Уфе, работал в Удмуртии, сейчас работает в Москве, вот мы в Казани сегодня, да, и здесь в зале много ребят из региона, в том числе, в том числе и из Башкирии, из Удмуртии, я сам из Башкирии. Вот. Понятно, большие проекты, и хорошо, что экономика не только выстроила, но продолжает развиваться. Но когда вот люди в регионах, ну там вот у меня, ну ладно, не у меня, пусть будет в Башкирии, где-нибудь в селе, в Удмуртии, еще люди почувствуют, что экономика не только выстроила, но еще продолжает расти. Потому что сейчас у людей, ну, они переживают, ну, я думаю, это нескрываемо, все равно думают, а как будет? Собственно, и вопросы эти в воздухе витают неспроста. Вот на ваш взгляд. Или что должно произойти, чтобы люди сказали, да, все будет? Спасибо большое за вопрос. А вы знаете, это все потихонечку уже происходит. Вот у нас на прошлой неделе был форум для наших селян, именно работников социальной сферы и сельского хозяйства. Это ежегодный форум Валентина Иванова проводит. Он очень живой. Я думаю, мы приезжали в Татарстан представительской, и с вами рассказали. То есть, конкретная живая работа. Люди с села говорят, что их волнует, за что они переживают и чего им не хватает. То есть, ключевые вещи. Были, кстати, сказаны, это вот первое. Когда люди в селе останутся и поедут в село. Как ни странно, это дорога номер один, хотя может странно или не странно. Вот дорога будет хорошая, и все поедут. Так? Ну, понятно, здравоохранение и хорошая зарплата на селе. Вот три вещи. Здравоохранение, дорога, работа. Да, с СПК у нас как все в порядке, как только включились санкции, вы помните, агропромышленный комплекс России, ну, уже, наверное, процентов 300-400 набрал с 2014 года, а то и раньше еще, с 2008, если посмотреть более внимательную историю. У нас в прошлом году 150 миллионов тонн экспорт пешеницы был. Мы, вернее, собрали 150 миллионов. Это хорошо с одной стороны, но с другой стороны, цены упали на тренем рынке. Есть такой, скажем так, обратная сторона Луны, да? Вот. Мы сами себя всем обеспечим. Нам сегодня депутат Госсовета, который был с нами, Татарстан, сам себя обеспечивает и более того, экспортирует огромное количество продуктов сельхозназначения. Вот. Поэтому, в принципе, трансформация, она уже идет, и люди все это видят. Но, как говорится, вот как сказал мой уважаемый любимый философ, наш русский, можно вас так называть? Мой любимый. Я думал, Достоевскому. Если идеология это софт, если идеология это софт, а представим все это в виде, нам же еще нужна аппаратная часть, железо, то вот экономика это будет железо. И тогда, когда у нас будет хорошее железо, аппаратная часть и хороший софт, мы получим прекрасную в целом ситуацию в стране. Спасибо. Ну, кстати, вот, Александр Евгеньевич, вот действительно о, что называется, запасе доверия, понимания, терпения, в конечном счете, да, народы, с вашей точки зрения, вот, это действительно глубинная, внутренняя, ментальная, да, готовность принимать все трудности, вызовы, которые возникают на каждом этапе истории, или, возможно, это имеет предел, ну, вдруг в какой-то момент люди почувствуют экономическую неудовлетворенность, вот о чем сейчас спрашивали, или непонимание, разойдется в понимании с тем, что говорят и в чем убеждают, вот, насколько, с вашей точки зрения, народ сегодня готов принять вот те смыслы, в том числе, да, принять именно, да, и жить с ними, уверенно жить, продолжать жить, о которых вы говорили в том числе. Тут я, конечно, могу ошибаться, во-первых, я доктор социологии, поэтому не доверяю соцопросам, потому что соцопрос, это, ну, будем откровенны, просто надувательство, это пропаганда, соцопрос не существует, как прекрасно сказал Поль Бурдиок, крупнейший социолог, общественное мнение не существует, это то, что придумывают определенные политические силы, там, оформляя в исследовании, но это действительно так, это, даже, это не значит, что это поддельный соцопрос, любой соцопрос поддельный, вот так вот, можно сказать, потому что всегда это выборка, всегда это те или иные группы, всегда это вопросы, всегда вопросник включается, только то, что нужно там, тем, кто будет обрабатывать или докладывать, но это просто надувательство, на самом деле, поэтому мы ничего не знаем о нашем народе, вот что я хочу сказать, что любые статистические данные, сколько людей чего поддерживают, сколько ходят в церковь, кто, это все абсолютная ерунда, переформулируй вопрос по-другому, обратись к другой выборке, построй методологию опроса, ты получишь цифры, небесно противопоставленное, существует сговор социологов, которые договариваются между собой считать, что вот это, это и эта группа более-менее адекватны, но это просто чистый картельный сговор, социология совсем про другое, вот, кстати, интересно, что у нас социология, социопрос, это не социология, это просто такая форма, там, рекламы, купите мое, оно лучшее, вот это значит, мы прочитали социопрос, купите мое лучшее, кстати, интересно, что во многих религиях, в частности, в Талмуде, в иудаизме запрещена реклама, потому что человек, там даже твердо сказано, в одном из положений Талмуда, что если человек хвалит свой товар, он создает нечестные предпосылки торговли, это он у Бога крадет свободу выбора, что он должен прийти и сказать, вот этот мой товар, вот я его съел, попробуй ты, понравится, молодец, то есть и купи тогда, но говорить, что мой лучший, мой лучший, чем у конкурента, купите только мое, оно гораздо там превышает, это обман, который наказывается очень строго в Талмуде, то есть там проклятие на человека, который хвалит, занимается рекламой, то есть это в принципе такое богохульное дело, реклама, социопрос приблизительно то же самое, так вот мы не знаем, на самом деле, что думает и как считает наш народ, я в свое время, когда стал работать на социологическом факультете, понял, что методы социологии западной даже относительно к нам не подходят, без соцопросов, просто они не помогают понять нам общество, и разработал такую социологию, более двухэтажную социологию, где предложил исследовать то, что люди думают общество, и то, что людям снятся, снится, то есть на самом деле не только рациональную модель, как вот он относится к чему-то, а как еще, вот что он под этим подразумевает, это может быть совсем другое, другое, даже количественные показатели, вот такая двухэтажная социология, у меня есть книга «Социология русского общества», учебник, где я подробно описываю, как этот метод работает, вплоть до того, как с помощью этой методики изучать общество, но это требует перестройки всего нашего социологического знания, поэтому я на этом не настаиваю, хотя опыт был очень интересный, мы проводили разные, там вплоть до того, такие есть IT9 такие тесты, когда человек соединяет 9 фигур, просто рисует 9 фигур, или как бы сказать, надо тебе упомянуть 9 фигур, таких-то, 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 я описываю этот тест Ива Дюрана, и состав из них, нарисуй их, в какой-то последовательности, и каждый человек рисует, он действительно не знает, чем это кончится, а дальше можно сделать, при правильном анализе прощения этого теста, как раз этого теста о бессознательном человеке, не о том, как вот структуруется его сознание, что он думает об одном другом, а что говорит о нем его бессознательно, и достаточно ярко, и ясно, а он этого не знает, поскольку не знает, что не может соврать, поэтому он рисует, и все, а вот социолог, социолог это может правильно интерпретировать, и здесь какой вопрос, поэтому я не, это не научная истина, то, что я скажу, я скажу свое мнение, или впечатление, я думаю, что наш народ понимает ситуацию лучше, чем наша власть, просто лучше, это не значит, что он готов терпеть, или готов страдать, или готов от чего-то отказываться, он просто понимает ход истории, как реку какую-то, он понимает самого себя, он понимает опасности, а понимает, может быть, интуитивно, понимает на уровне как раз бессознательного того же, и мне кажется, что проблемы не с народом, а с властью, а власть своего собственного народа подчас не понимает, президент понимает, а элита, особенно та, которая сформировалась и в позднесоветское время, и в 90-е годы, она эту связь с народом утратила, она слишком поверила западным моделям, и вот здесь у народа к власти могут быть претензии не потому, что он не хочет жертвовать чем-то, а он просто видит несправедливость, видит неправильность действий некоторой власти, видит безобразные к себе отношения, когда народу врут, это неприятно, вот мы думаем, что все сводится к количеству материальных выплат, к пенсии, зарплат, а как же чувство справедливости, если оно удовлетворено у людей, они переносят невзгоды совершенно по-другому, если у них берут последние, да еще их унижают, это же, вот это унижение подчас, оно вообще, человек, не прости, даже если его отдали, вот скажи, вот я тебе дам, помните Достоевского в «Идиоте», когда предлагается на карачке встать, героя, закрюкать свиньей, вытащить из огня миллион, который бросили туда, вот Рогожин бросил, то есть, это унизительно, кто-то пойдет, где деньги же, а кто-то никогда, то есть, на самом деле, это качество не учтешь материально, то есть, если, скажем, с целибральной точки зрения, похрюкай, дам миллион, на самом деле, окажется, что все должны просто немедленно просто похрюкать, а при этом, на самом деле, это, конечно, не так, поэтому я думаю, что сейчас существует в нашем обществе дефицит общения власти с народом, власть сама не очень хорошо понимает, что она хочет, не очень понимает народ, что хочет, и вот, если бы в этом просто гармонизировать это, не только со стороны, не объяснить людям, как можно объяснить то, что ты не веришь сам, ну, посмотрите на многих наших политических дел, они же не верят в то, что они говорят, значит, они не верят, а мы что, должны верить народу, значит, если, а когда верят, это совсем другое дело, и верят не тому, кто больше себя бьет в грудь, а вот то, что человек интуитивно воспринимает, поэтому мне кажется, что сейчас мы из этой ситуации не выкрутимся путем формальных таких вот приказов или директив спущенных народу, мы должны изменить нашу структуру власти, она должна быть более справедливой, она должна быть более чуткой, и она должна быть более народной по-настоящему, потому что в нашем обществе огромный дефицит справедливости, в общем, не представляется, что народ у нас хороший, то есть вы хорошие, президент у нас замечательный, а вот с элитой у нас есть проблемы, и вот тут задача, как бы эту сложную формулу, сложное уравнение решить, чтобы никому не довредить, ни себе, ни стране, ни президента, а наоборот справиться с историческим вызовом. Как это сделать, простых рецептов у меня нет, но мне кажется, что если мы начнем понимать вот то, о чем мы говорили, просто понимать, то мы и вести себя бы немножко по-другому, даже на своем уровне, а если речь идет о преподавателях, или сенаторах тем более, или ректорах, или проректорах, или властях регионального уровня, или журналистах, представляете себе, ну вот какое фундаментальное различие между чиновником, который что-то понимает, и чиновником, который ничего не понимает. Вы представляете, это же небо и земля. Если у нас чиновники хотят что-то понимать, мы же заживем, по-настоящему заживем. И уж точно так же журналисты, и политики, и экономисты, и преподаватели, если мы чего-то начнем понимать, нам будет интересно и дальше понять. Мы будем заражать своими интересами. Другие начнут тоже стараться понимать. Глупость выйдет из моды, то есть мы перестанем хвалиться, кто дурей другого. Это же сейчас именно практически так и происходит. То есть мы изменим некий вектор в обществе. И вот мне кажется, что ориентация на знания, на культуру. Мы с министром образования Фальковым говорили об очень важной вещи недавно. О том, что очень хороший опыт был в имперской России о разделении реального университета и классического. Классическое образование и реальное образование. Реальное образование это когда учат профессии. Вот ты вышел, получил реальное образование, ты его можешь применить. Вот к этому, к этому, к этому. Это реальное образование. А что такое классическое образование? Ты его получаешь и ты понимаешь, что нельзя применять знания, дух каким-то ничтожным материальным вещам. Тебе классическое образование дано для того, чтобы ты стал человеком, личностью, чтобы ты стал знающим, тонким, внимательным. Кому это нужно? Так вот, никому это не нужно, потому что это не утилитарная ценность, это ценность духовной культуры. И это классическое образование творит из вас настоящих людей. Вам нужны какие-то навыки, вы их получите. Вы получите или не получите просто, это вообще никого не волнует, вы будете людьми. И вы будете людьми полноценными, глубоко осознающими греческую, римскую, римские истоки нашей цивилизации, нашу духовную культуру, нашу философию, наше искусство, будете жить и беседовать на другом совершенно языке, будете жить в другом измерении. И ведь это же цель. Для чего, в конце концов, мы работаем или наши прикладные свойства используем для того, чтобы потом хорошо пожить там где-то. На самом деле можно жить хорошо и без этого. Для этого нужно классическое образование. Как только человек, например, увлекается философией, поэзией, культурой, религией, лингвистикой, филологией, просто какими-то математическими дисциплинами, это на самом деле и есть самое главное. Человек реализует свой духовный потенциал. И ему больше реально ничего не надо. А как-нибудь в жизни он, он же такой будет хороший, такой ценный, умный, глубокий, красивый, прекрасный, совершенный, деликатный. Он будет так хорошо говорить, так хорошо жестами своими следить. Он не будет хамбить, грубить. И вы представляете, какой он будет бесценным специалистом, даже если он ничего не умеет. Такого человека просто в любое место с удовольствием возьмутся к таким классическим образователям, чтобы приятно было на работу прийти. Сидит человек с классическим образователем. Как хорошо, грубого слова не скажет. Где-нибудь процитирует Гомера или Гесиона. И уже все остальные заработают там со своими реальными возможностями. Сразу все будет хорошо. Это, я, конечно, утрирую, но вот мы это утратили и зря. Ведь это же и есть была той матрицей это классическое образование, которая создавала наших писателей, наших композиторов, наших музыкантов, наших ученых, которые двигали науку, наших философов. Без этой классической школы было бы просто одни какие-то специалисты, одни вот такие сантехники ходили бы с этими атрибутами и всех раздражали. А тут люди с классическим образованием. Да, они ничего не умеют. Ну и хорошо. Ну и это зато люди хорошие. Вот, и мне кажется, вот это классическое образование, кстати, Аристотель говорил, что образование это роскошь, друзья, это для людей совершенных. Это не путь куда-то, это путь к самим себе, это просто утверждение самим себя. Вот такое классическое образование хорошо бы вернуть. Для общества это нужно, для культуры, для народа это нужно, для того, чтобы выстоять в критической сложной ситуации. Поэтому я думаю, что вот надо действительно и тогда вот и народ, и власть, они будут между собой коммуницировать через это, через культуру, через общность культуры. Это, кстати, работает в Китае. Вот я был поражен, я в Китае преподавал, в Фуданском университете, и мы приехали с коллегой, с философом в Пекин и остановили такси. Мы садимся в такси, я думаю, что-то не то. Потом я понимаю, что у таксиста играет опера, или таксист такой китайский. Я спрашиваю, вот что это? Вы можете представить нашего таксиста, у которого играет опера? Ну, какой-то может быть, не знаю, разорившийся, там, поэт, вставший таксистом. Но я спрашиваю, это вот что-то через... Она говорит, а в чем дело, вот философ Пей Ванг? Я говорю, ну, это же опера, а это таксист. Она говорит, ну, у нас большинство таксистов слушают оперу. Представляете, то есть, вот это не значит, что мы противопоставляем таксиста и оперу. Вот нам нужно и то, и то. Люди, которые могут что-то пилить, или там, долбить, это отбой на молоку, молотком, а в ушах у них там идет, например, Ницше, так говорил Заратустру, он долбит, там как философствует молотом, идет. Ну, совершенно же другая работа будет. Не знаю, кстати, лучше или хуже, но другая точно. состояние у этого человека будет совершенно другое. Спасибо большое. К сожалению, вот даже у меня здесь написано восемь вопросов, еще, которые хотелось бы задать. Я думаю, у зала не есть, но есть страшный такой вид, вот, это нас депутат научили вообще, есть такое страшное слово регламент, и он, к сожалению, у нас заканчивается. И все-таки, знаете, у вас прозвучал такой вопрос, мне кажется, завис пока без ответа чуть-чуть. Хотелось бы, вот, позвольте им завершить, вот, кто победит, да, вот, в этом цивилизационном, в общем-то, да, столкновении. Сегодня все больше нагнетается, мы же еще под воздействием информационных потоков бесконечных находимся, да, и там нагнетается одна из версий, что победы здесь содержать не может никто, и нас ждет только ядерный грипп как единственный выход, да, из всей этой ситуации, из этого сложного положения. Вот с вашей точки зрения, все-таки, вот, кто победит-то, вот, на этот вопрос, как бы вы сегодня, вот, в нынешнем состоянии, на нынешней фазе развития противостояния ответили? Ко мне вопрос, да? Ну, вы знаете, я, во-первых, первый ответ, это зависит от вас, это зависит от нас, не то, что от меня, или только от вас, от меня не зависит, или от меня зависит, от вас нет, от нас, потому что эта война, она проходит в сердце каждого человека, вот это абсолютно точно. Второе, мы, ядерный грипп, вероятен, но это не единственное и непредопределенное решение. При этом, надо понимать, что примирение в нынешних условиях невозможно. И здесь, без гриба, даже, вот мы грипп оставляем, то либо мы достигаем победы, либо нам конец. Примириться мы не можем. Это тоже очень серьезно. Поэтому, вот если все это сложить, что ядерный грипп не предопределен, но возможен, примирение на нынешних условиях точно невозможно ни по внешним, ни по внутренним, ни по каким обстоятельствам. И все зависит от нас, остается только побеждать. И вот тогда мы должны, каждый из нас, в действии, в действии своем, в своем внутреннем состоянии, в своем внутреннем проживании, в своем внутреннем пробуждении ответить на этот вопрос. Этот вопрос не дается извне, кто победит. Он просто дается вами. И вы можете его отложить, но он все равно вас догонит. Юрий Викторович, а вы что бы сказали в ответ на этот вопрос? Я, наверное, соглашусь с нулюю русским философом, потому что каждый день, просыпаясь, а вечером спать, каждый нормальный, российский патриот должен говорить, а что я сегодня сделал, чтобы помочь моей стране? Получил пятерку за хороший ответ на лекции, это уже победа маленькая. Съездил в деревню, накопал картошку, я плывал ребятам на фронт, это уже победа. Мама сходила, сприла сетку маскировочную моя с подружками вместе, это уже победа. И вот так потихонечку, по лоскутку, мы эту победу скунем. Спасибо большое. Единственное на что, аплодисменты, конечно. Единственное на что остается нам надеяться, точно надеяться, это что наша встреча сегодня далеко не последняя, да, и мы сможем найти благодаря, в том числе, пусть даже не всегда дружественным операционным системам, все-таки возможность с вами чаще подключаться, живую встречаться и на многие-многие вопросы с вашей помощью находить ответы. Спасибо вам за сегодняшний вечер. Благодарю вас. Уважаемые друзья, любимые друзья, потому что, помните, я вам с самого начала обещал независимую встречу, на самом интересную, которая поменяет ваше определенное сознание, даст ответы на многие ваши вопросы, поэтому я думаю, что еще раз надо похлопать нашим спикером, модератору, который у нас традиционно ведет и показывает прекрасно вам. Спасибо большое именно за восприятие, правильное восприятие того, что говорили наши спикеры, и я прошу прощения, на самом деле, сейчас, наверное, должно было быть фотографирование, но мы сейчас срочно провожаем наших гостей домой, потому что сегодня у них был большой рабочий день, сейчас мы быстро-быстро передвигаемся в аэропорт, поэтому я прошу прощения. Если можно, мы еще раз похлопаем и проводим наши гости. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова